Дневной разворот 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 то наша областная комсомольская организация была образована 15 февраля 2019 года. Но как-то уже принято в регионах отмечать в октябре, причем, как правило, это сначала происходит в регионе, скажем, в 2013 году. Мы отметили 95-летие 24 октября. А 28 октября было соответствующее крупное мероприятие в Москве, в московском Кремле, где было сотни делегатов в различных регионах страны. А сколько лет организации ветеранов комсомольской организации Киры? Ветеранам комсомола исполнилось в мае месяце ровно 20 лет. 15 мая вы регистрировались. Ну, дело в том, что там по разным источникам, но это точно в мае, то ли 7-го, то ли 12-го. Это не так уж и важно, собственно говоря. Инициатором был Александр Яковлевич Костин, бывший первый секретарь обкома ВЛКСМ. Я еще застал его, работая комиссаром областного студенческого отряда. Естественно, что при встречах он меня агитировал вступать в эту организацию. Но в связи с очень большой занятостью в телерадиокомпании «Вятка», в общем-то, не вам не рассказывать, что это, как говорится, за работу. Тем более, что я совмещал еще административные функции с журналистской деятельностью. Я говорил, что я всем рад помочь, фильм сделать, еще что-то, так сказать, самое. Но пока, говорю, вступать в организацию, просто числиться я не хочу. А как так получилось, что в 1997 году, ну, 90-е, когда многие очень прощались с советским прошлым, вдруг было решено создать такую организацию? Ну, вы знаете, это, во-первых, не какое-то вот такое новшество, которое только коснулось, допустим, нашего региона. Сегодня и региональное отделение существует, и региональные организации существуют. И, в конце концов, есть так называемый Международный оргкомитет Комсомолу 100, который возглавляет сразу три бывших, первых секретарицы КАВЛ КСМ. Это Евгений Михайлович Тяжельников. Вот, кстати, он тут нашего работника, бывшего, конечно, Владимира Алцебеева, говорит, уже пожурил что-то там, «Вятка», не присылает никаких этих самых своих планов. Но мы уже подготовили планы, утвердили вот буквально в этом месяце. Перейдем к нему чуть позже. Да, хотя, видите, другие территории уже работают, поскольку меня избрали только в феврале. Конечно, главная задача – это готовиться к столетию. Так вот, вместе с Евгением Михайловичем Тяжельником, сопредседателями этого Международного комитета является Борис Николаевич Пастухов и Виктор Максимович Мишин. Они все люди известны своей дипломатической работой, в различных структурах власти они были. Ну и вот сейчас такой вот, можно сказать, дружной компанией. А они, кстати, возглавляли ВЛКСМ, если бы взять втроем сразу, с 1968 по 1986 год. А вы, Владимир Георгиевич, все-таки с 1997 года вступили в ряды ветерянской организации или нет? Нет, нет. А как она существовала вот эти 20 лет, мы можем рассказать? Потому что мы сейчас от вас впервые слышим. Ну, я могу только говорить по тем документам, по тем отчетным докладам, которые были сделаны и в десятилетия нашей организации, и в 90-летие ВЛКСМ, и в 95-летие, это в 2013 году. Судя по докладам, конечно, больше говорилось не о деятельности самой организации, сколько о деятельности комсомола, в том числе кировского комсомола, его вкладе и в годы войны, и в тылу, и на фронте, и на комсомольских ударных стройках, в том числе, так сказать, и у нас, собственно говоря. Вот. По самой организации, понимаете, здесь самые главные аспекты заключаются в том, что сверхзадача — это максимально передать какой-то хороший, положительный опыт предыдущих поколений нашим сегодня молодежным организациям. Поэтому, безусловно, что особенно в первые десятилетия было достаточно много встреч. Тут есть сейчас некоторые моменты, просто элементарно старение членов организации, поскольку ВЛКСМ Советского Союза это не существует уже очень давно, если как вы понимаете. И вот это вот наша сейчас задача — не только передавать опыт молодежи, не только способствовать нашей, скажем, власти реализовывать какие-то важные социальные проекты, но и заботиться о самих ветеранах, членах организации, поскольку, я повторяю, что у нас, к великому сожалению, достаточно много больных, возрастных и так далее людей. — Помогать любой молодежи, простите, которые в различных организациях существуют? — Безусловно. — Или приближенные как-то вот тоже к этому движению, к красному такому? — Нет-нет-нет, я понял-понял ваш вопрос. Вот насколько это возможно? Мы, естественно, не отталкиваем сегодня и тех комсомольцев, которые себя так называют при КПРФ, но они не являются, скажем так, прямыми правоприемниками комсомола Советского Союза. Мы стараемся строить отношения, естественно, со всеми организациями, независимо от религиозной принадлежности, политической, так сказать, ориентации и так далее. — Борьба за историческую правду и патриотическое воспитание — одно из направлений деятельности организации. Правильно? — Ну, правильно. — Да? Это я просто сейчас на сайте КПРФ. Не так много материалов, на самом деле, в интернете вашей организации, поэтому мы так подробно рассматриваем. Вы говорите, что стареют уже члены организации. Давайте мы порасскажем, сколько вообще этих людей? Может быть, назовем некоторые фамилии? — Да, ради бога. Дело в том, что собрание, которое проходило, на котором меня избрали 18 февраля этого года, в то время фиксировало, что в нашей организации находится 121 человек. Сейчас мы просто выясняем. Дело не в том, что мы прекрасно знаем, кто за эти годы ушел из жизни, и это еще одна из функций организации — посещать могилы погибших, в том числе и 29 октября. Есть просто сейчас некоторые моменты, которые мы просто, говорю, уточняем. То есть человек, скажем, там три года никаким образом себя не проявлял, не интересовался. То есть он желает оставаться в организации или нет. То есть вполне возможно, что мы, может быть, там, ну, человек 8-10 мы потеряем. Но вот за этот период времени, если считать реально с марта, мы уже приняли более 30 человек, новых членов. И вот вы говорите фамилии. Ну, известная фамилия Ашихмина Тамары Яковлевны. — Да, мы знаем. Эксперт общественной палаты. — Членами организации является, скажем, Липатников Николай Михайлович. — Президент ВТПП. — Да. Ну, членами бюро и заместителями есть такие, в общем-то, очень уважаемые, считаю, в нашей области ветераны, как Анатолий Михайлович Подлеских, Геннадий Деменович Кощеев. — Все знаем. — Одним моим заместителем и членом, естественно, бюро стала Наталья Николаевна Шутова, которую очень многие знают по работе в законодательном собрании. И надо сказать, что вот особенно Наталья Николаевна взяла на себя большой очень груз организационной работы. И вот с точки зрения той перезагрузки, о которой я говорил, я думаю, что линия, доля работы — это вот заслуга ее активности. В частности, и проведение так называемых комсомольских четвергов. Это мы, можно сказать, соглашение, а не соглашение, пока оно официально, может быть, где-то не подписано. Но Валентина Николаевна, которая возглавляет центры местной активности, это угол профсоюзная и казанская, сложный, так сказать, номер 4-9. — Центр местной активности Первомайского района, да? — Да-да-да, вход рядом с шахматным клубом «Белая ладья». И у нас там, я просто еще даже для информирования населения, с 11 до 3 по четвергам будет обижать наш дежурный. Для чего? — А для чего, мы скажем после перерыва. Через одну минутку. — Продолжаем нашу беседу с Владимиром Семеновым, представителем региональной общественной организации ветерана комсомола Кировской области. Вот уже про комсомольские четверги услышали, я нашел информацию соответствующую. Комсомольский четверг должен был состояться на днях, 13-го числа, и должна была встреча быть с кандидатом медицинских наук Николаем Рябовым. — Мы немножко, видимо, поторопились, в каком отношении, что и погода, хорошая погода нас очень здорово подвела. — Это да. — Мы поняли, что после обзвонки членов организации, что они как бы дружно голосуют, собрание не надо проводить, за то, чтобы все это началось активно в плане для членов организации с сентября. А сейчас, по четвергам, у нас просто будет сидеть ответственный дежурный. Для чего? Первое. Если у людей возникнет желание прийти и написать заявление о вступлении в организацию, но только надо сказать, что в уставе все-таки предусмотрен такой нюанс о том, что человек, работавший в Комсомоле или на уровне, скажем, бюро крупной организации Комсомольской завода, фабрики и так далее. — То есть не рядовой член Комсомольской организации? — Не рядовой член, член райкомов Комсомола, комитетов учебных заведений. У нас ведь Галецких, Александр Александрович, он был секретарем комитета Комсомола и педагогического института в свое время. — А он член вашей организации? — Да, он член нашей организации. — Он был делегатом на торжественное заседание, посвященное 95-летию. Кстати, как и Пелик Скоков Александрович, который является членом нашей организации. — Так, то выясняется, какая у вас организация. — Вот так вот, для чего еще мы организуем эти дежурства? Даже если что-то, как говорится, там с дежурным, не дай бог, произойдет, заболеет, там Валентина Николаевна наш человек и член нашей организации. — Валентина Николаевна Мальчукова, мы имеем в виду. — Да-да-да, она руководитель этого центра. То есть для чего еще, и я хочу донести до сведения граждан, что мы собираем еще экспонаты, собираем фотографии или значки, или, я не знаю, там что-то, так сказать, ценное, может быть, там студенческая форма, там еще что-то, что хочется человеку принести. Это либо безвозмездный дар, либо это прием по описи с последующим возвратом. Опять же, для чего? — Мы уже в этом году организуем из того, что мы собрали, какую-то, так скажем... — Экспозицию? — Да, экспозицию. Но мы готовимся основательно, опять же, к столетию. И с Михаилом Сергеевичем, директором Краеведческого музея, у нас уже есть... — Судовиков. — Да, достигнута договоренность о том, что такая выставка, ну, пока предварительная, конечно, может начать свою работу 1 октября, в День пожилых людей, в Диораме, естественно, в 2018 году. Тем более, что он как бы не очень настаивал, что мы очень усердствовали по сбору материалов. Он говорит, у меня в запасниках экспонатов достаточно. И, в частности, вот экскурсия в СССР, которую мы посетили, это бывший приказной избе, там есть и комсомольские экспонаты, и пионерские экспонаты. — То есть готовится экспозиция истории комсомольского движения в Кировской области? — Ну, естественно, естественно, конечно. — А так, чтобы постоянно действующий музей какой-то комсомола организовать? Вот я смотрю, в Удмуртии есть такое заведение, музей комсомола. В Нижегородской области, вот мне подсказывают, уже есть. — Вы знаете, у меня одна из любимых фраз — мечтать не вредно, вредно не мечтать. Поэтому, если эта экспозиция в диораме привлечет большое количество людей, если, так сказать, тоже директор это увидит, заметит и так далее. Мы еще там собираемся использовать зал для встреч, для мероприятий, для какой-то там рассказа не только, может быть, по истории, а проведения, может быть, лектории на военно-патриотическую тематику с молодежью. То есть вот какие-то моменты, то есть у нас план к столетию достаточно обширный. Тут и организационные вопросы, и информационная, и издательская деятельность, и массовые мероприятия, ну и, конечно, организация внутренней деятельности нашей организации. — У меня вопрос, Володь. У вас в программе с Евгением Питуниным, в программе «Сделанная в Вятке» о комсомоле вы говорили? — О комсомоле нет, как-то мы подробно не останавливались. — Хорошая, кстати, хорошая тема. — Да, хорошо. Евгений Альбертович Питунин регулярный. — Я его знаю. — Да, наш гость, эксперт, спикер, с которым мы историческую программу, собственно, делаем. Я предложу обязательно по работе кировских комсомольцев, куда ездили, много куда ездили в том числе. Хорошо, продолжаем. — Про активный прием я с самого начала написала, и вы подтверждаете, что с марта месяца в организацию принято 30 человек. И по четвергам люди могут прийти. Еще раз давайте озвучим время с... — С 11 до 15 часов. — В центр местной активности Первомайского района. — Да, если смотреть по улице Казанской, то получается Казанская 9. Ну, это такой угловой дом. И вход рядом, повторяюсь, с шахматным клубом «Белая ладня». — Так, комсомольские четверги. — И называется это центр местной активности. — Что значит быть членом организации? Вот человек пришел, он, еще раз напоминаю, должен быть не рядовым членом организации комсомольской, а тем, кто был активистом, работал в каких-то комитетах, например. Он пишет заявление, хочу вступить. А дальше что? — Какие требования предъявляются к кандидатам? — Мне кажется, что он все-таки должен немножечко заглянуть в устав и понимать, куда он вообще вступает. Это раз. Вступает он в организацию, которая создана в целях совместной деятельности. Вот по изучению и истории комсомолова, и пропаганде лучших традиций молодежного движения, и оказание взаимной товарищеской помощи и поддержки. Ну и если расшифровывать, то достаточно много позиций и много направлений деятельности, которые отражаются и в плане подготовки к столетию комсомолова. Второе. — А устав, простите, где можно? Он в открытом доступе есть? Или специально нужно прийти к вам и попросить? Дайте мне, пожалуйста, ознакомиться с документом. — Ну, кстати, спасибо, Владимир, за такой момент. Я думаю, что он будет находиться не только в нашем офисе на улице Дериндяева, 119-й кабинет третьего корпуса правительства. Но я думаю, что он должен находиться и в центре активности. Потому что кроме бланков, заявлений и анкет, которая должна, как говорится, зафиксировать, кем же он был все-таки в комсомоле, да, и соответствующего заявления с соответствующей подписью, что я желаю вступить в такую организацию, да. И еще, возможно, мы посмотрим какую-то выжимку из планов работы комиссии, чтобы он понимал, что он не просто вступает в организацию, да, но куда-то вот хотел бы в Оркли комиссию, в комиссию ветеранскую, которая не только там заботится у нас, заботится еще и социальная комиссия о ветеранах, но и главная там задача – это контактирование со всеми ветеранскими организациями и проведение совместных мероприятий. Вот, это и комиссия у нас по агитации и пропаганде, это у нас организационная комиссия, это комиссия по культурно-массовой работе и здоровому образу жизни. То есть, в общем-то, вот сегодня активные члены, никто никого, как говорится, не заставляет, что ли, идти, а предлагать – предлагают. Предлагают кто? Предлагают члены бюро, у нас 12 человек членов бюро, которые являются, большинство, либо председателями комиссии, либо заместителями. То есть, я уже вам там коротко обрисовал структуру, которая работает. И помимо основного плана организации, скорентированного на столетие, у нас, естественно, есть план работы каждой комиссии. Причем мы говорим, господа, давайте мы не будем фантазировать чего-то такого, чего мы никогда не сделаем. Причем, надо сказать, что некоторые мероприятия, они еще и тому же затратные. А после перезагрузки у нас, очень надеемся на те ходатайства, которые мы разослали по предприятиям и организациям, в плане поддержки и наполнения бюджета, поскольку общественная организация, она живет только за счет привлеченных средств. А взносы у вас есть членов организации? Взносы у нас есть, но если смотреть в смете затрат, я просматривал, но они составляют менее 10% оборотных средств. А остальное это поддержка организаций различных, да? Совершенно. В виде благотворительной помощи, да. Но к 90-летию, к 95-летию принимали постановления правительства нашего, и определенные средства на проведение данного мероприятия выделялись. От правительства? От правительства. Регионального? Регионального? Ну, даже то, что ездила делегация, скажем, в 2013 году, ведь ездили, опять же, за счет привлеченных средств, а не за счет того, что там выделит Москва. Хотите, найдете. Ну, кто-то там действительно уже там памятники строит. Мы понимаем, что это очень такой сложный, да, и важный вопрос для вас. А мне интересно, а какие у нас предприятия самые активные в этом направлении? В поддержке ветеранской организации Комсомола. Хороший вопрос. Ну, если есть у вас подлески, то, наверное, Газпром как-то участвует. Ну, конечно. Была помощь от торгово-промышленной палаты, была помощь от Лепси, от АвиТека. На Лепси же, да, и на АвиТеке очень сильные были организации во время. Да, да, да. Да и сейчас у них, в принципе, они поддерживают традиции. А сейчас мне просто не хочется, как говорится, сглазить, поскольку активности этого года пока мы еще не знаем. Мы только разослали эти просьбы с точки зрения поддержать деятельность организации, но, естественно, и те мероприятия, которые направлены к столетию. Потому что очень многие проходили эту школу. И, в частности, вот Кирово-Чапецкое управление строительства тоже. Сейчас прервемся буквально на две минуты и к мероприятиям. А на что, собственно, требуются средства? Какие мероприятия ожидают ветеранскую организацию и горожан, которые захотят присоединиться? Владимир Семенов, председатель региональной общественной организации ветерана-комсомола Кировской области в гостях нашей радиостанции. Ветеранской организации комсомольцев в регионе исполнилось 20 лет. В следующем году отмечается столетие комсомольской организации. И мы рассказываем сейчас, в оставшееся время, о тех мероприятиях и планах, которые предстоит реализовать. Прежде чем мы о них расскажем, мы все-таки с Володей тут в перерыве, посовещавшись и посмотрев, что есть в интернете, потому что это важно. Увидели, что у вас есть группа ВКонтакте, которую Наталья Николаевна Шутова как раз поддерживает активно. Размещают информацию о ваших мероприятиях. И дистанционно ознакомиться. Группа ВКонтакте как называется? Так называется. Ветерана-комсомола Кировской области. Как раз усилиями Натальи Николаевны Шутова. Ну вот, пожалуйста, если вы дома или где-то далеко, и может быть в четверг ближайший не успеете приехать, но можно туда зайти, написать, вам ответят и направят, и вы поймете, есть вам место в этой организации, нет вам места, а чем вы можете помочь, например. Давайте перейдем к планам. Ну, планы действительно большие, но я говорю о том, что план это не догма. И мы так и договорились 6 июля, когда встречались как раз на Казанской и проводили там бюро со свободным, естественно, доступом, поскольку все-таки в здании правительства пропускной режим. Я уже говорил Владимиру, что это нас немножечко привлекает для проведения таких мероприятий. Вот, посему я уже говорил, что в этой организации мы планируем начать активную работу в Центре активности населения, местной активности населения с сентября месяца в соответствии с планами работы и комиссии. И у нас очень там много предложений по этому поводу, и осенний бал, и творческий вечер посвященный комсомольской песне, и вечер комсомольская юность моя, и огонек мой урожай, поскольку очень многие там мы садоводы. И, кстати, сказать, что вот когда мы говорим и планируем о помощи детскому ли фонду, кстати, Валентина Павловна Иванова тоже член нашей организации, руководитель нашего детского фонда. И очень хорошо с ней мы контактируем. И понятно, что большинство членов нашей комсомолы, нашей организации пенсионеры, и оказывать какую-то серьезную материальную помощь очень сложно. Им бы, кто оказал, особенно, учитывая, что лекарства сегодня не дешево, да? Вот, но урожаем поделиться не вопрос. Там яблоки или что-то еще, может быть, другое, по крайней мере, вкусное для детей. Ну, вот, каким-то таким образом. Мы планируем выпустить, ну, хотя бы буклет-визиточку, потому что вот за годы деятельности организации таких вот... У нас кое-что на столе тут Владимир Георгиевич принес. Тут и фронт проходил через тыл. Тут и история Кировской организации в хронике даты событий. Воспоминания ветеранов комсомола к 90-летию. Да-да-да, конечно, еще прошло время, и время это было не время бездействия и застоя, ну, может быть, с некоторой такой тенденцией к сокращению активности, что ли, сейчас мы пытаемся наверстывать упущенные. Потому что в некоторых территориях уже созданы и работают оргкомитеты. У нас, кстати, оргкомитет к 90-летию и к 95-летию возглавлял Александр Александрович Галицкий. Вот. Мы свои предложения буквально уже в следующем месяце представим правительству. Опять же, рассчитывайте на поддержку. Ну, дело-то в том, что, вы понимаете, когда издается, допустим, указ президента о проведении там торжественного, посвященного 95-летию в 13-м году, и Владимир Владимирович присылает свое поздравление этому мероприятию, то и в этом году уже сделано предложение по поводу указа Комсомолу-100. Вот. И ни у кого нет сомнений, вот у тех свидателей, о которых я говорил, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, что это, если 95 лет прошло в Кремле, скажем так, почему бы сто лет не провести там же. Ну, и мы, естественно, рассчитываем не просто о том, о поддержке, а мы просто считаем, что оргкомитет, в который будет входить, скажем, и детский фонд, и краеведческий музей, и кто-то, может быть, от средств массовой информации, и, естественно, от власти, то есть это просто будет работа оргкомитета, а я в ней буду принимать, естественно, активное участие, а не руководить оргкомитетом, ни в коем случае. Организация называется «Ветераны комсомола Кировской области», а в районах-то вы представлены каким-то образом? Какая там работа проводится? Сложный вопрос. В каком отношении? Мы, понятно, что мы региональная организация, да? Вот. Но когда мы начали анализировать по спискам, то у нас, что называется, официальных-то людей, там, скажем, Ронжин Владимир из Кирова-Чепецка, там, из Оричей, там, два человека, там, из Лободского кто-то там один. Ну, это, сказать, системы какой-то, чтобы у нас были соответствующие подразделения в каждом районе, к сожалению, нет. Посему мы приняли тоже такое решение, сейчас мы будем через ветеранскую комиссию связываться с ветеранскими организациями районов, ну, естественно, ставя в известность руководство этих районов, о том, что мы проводим такую работу по приему членов из самых, даже, может быть, отдаленных районов. Причем мы упростили систему приема. Это не значит, что человек должен обязательно приехать, значит, там, засвидетельствовать свое почтение и лично предстать перед членами собрания. Теперь не собрание, а бюро по новому скорректированному уставу принимает на основе тех заявлений, на основе какой-то рекомендации. Почему к Совету ветеранов обращаемся? Да потому, что в них очень много людей, которые работали в комсомоле в свое время. Поэтому мы надеемся, что к столетию, ну, я не говорю, знаете, как раньше говорили, рост рядов, рост рядов, да, там, 18 миллионов комсомольцев насчитывал Советский Союз в 1971 году. То есть у нас не эта задача. У нас задача о том, чтобы на наш областной форум собрались не просто случайные люди, которых просто направили от района, как делегатами, а члены нашей организации. Вот такую задачу мы перед собой ставим. Сотрудничество с коллегами, ветеранами, комсомольцами из других регионов, это тоже существует направление? Советоваться, делиться опытом и так далее. Ну, мы сейчас, используясь интернет, мы, как бы, заочно пока используем тот опыт, который накоплен другими регионами в соответствии с их утвержденными планами. И надо сказать, что какие-то моменты мы уже учитываем. Сказать, что есть личные контакты. Ну, думаю, что личные контакты это несколько сложнее. Но, тем не менее, с какими-то соседними территориями, наверное, это вполне возможно. Мы только-только, по существу, восстановили устойчивую связь с центром. Через нашего бывшего работника, я уже говорил, Владимира Алсибеева, который работал в обкоме ВЛКСМ. Вот, буквально на этой неделе высылаем ему план нашей работы. Ну, а некоторую, не то что экспертизу, я говорю, что он не догма. Что-то мы не сможем, может быть, реализовать в связи с отсутствием финансовых средств. Что-то добавится. И мы говорим, что если будет какая-то интересная инициатива, тем более не просто, как говорится, предлагать что-то такое аморфное, а браться за это реализацию. То есть будем выносить коррективы, еще и учитывая то, что если еще человек 20 мы примем, это, извините меня, уже где-то на одну треть мы обновимся просто. Если не наполовину. Да, я сейчас вот с удовольствием рассматриваю этот небольшой буклетик воспоминания ветеранов комсомола. И вижу, какие они такие искренние, прочувствованные истории с фотографиями из тех времен замечательных. Так и хочется процитировать стихи, которые Лидия Романенко здесь размещает, посвященные стройотряду. Это пафосно, наверное, несколько будет, но, по-моему, очень искренне. Она пишет, мои студенческие строительные, ты не был еще в отряде, спеши скорее записаться. Это прямо буквально про четверги ваши. Честную, яркую, трудную жизнь гарантируем, братцы. Скоро конспекты в сторону, прощай, родная обитель. Уедут отращивать бороды будущие строители. Уедут, чтобы жить в вагончиках. Уедут набить мозоли. Уедут, чтобы что-то зримое встало среди чистого поля. Уедут, чтобы спорить яростно, да безголосие петь. Желаем, не зная усталости, все переделать успеть. Вот эти стихи, я хотела их зачитать для того, чтобы вернуться к молодежному движению и к тому, что вы делитесь опытом. Это, правда, очень интересно, потому что сейчас молодежные политики снова стали уделять много внимания, и в том числе в связи с тем, что молодежь на улице стала выходить. Так вот, мне интересно, как вас привлекают, и какие молодежные организации вас привлекают, как вас правительство привлекает к тому, чтобы вы делились опытом, если это интересно, да, и по каким вопросам? Ну, во-первых, студенческие отряды для меня – это часть моей жизни, не только комсомольской биографии. Я, наверное, не у каждого в трудовой книжке есть конкретно записана должность командира, сначала, вернее, комиссар, потом командир. Вот, это очень хороший период жизни был, и я рад, и я способствовал, насколько это мог, в рамках нашего клуба «Третий трудовой семестр» не то чтобы возрождению. Это возрождение произошло и, как говорится, помимо моего участия, каким-то образом, опять же, советом, не являясь еще членом организации ветерана и комсомола, исходя из того опыта, который, опять же, мы накопили в свое время, потому что хоть и лекторы у нас были, но вся вот активная жизнь, она давала хорошую закалку самостоятельности, принятие решений и выполнение, вообще-то, достаточно сложных иногда объектов народно-хозяйственного значения, и выполненных качественно, хорошо, и ребятами там, может быть, под присмотром кого-то из мастеров местного организации, но все равно. Вот, поэтому еще раз говорю, что мы сейчас только предлагаем эти различные варианты. Вот, ну, к примеру, мы с чернобыльцами, с руководителями нашего союза Чернобыль провели в апреле месяце в 10-й школе два урока мужества. Вот я лично участвовал, привлекал своих друзей, чернобыльцев, друзей по пробегам по Кировской области, в которых я участвовал как организатор и как член клуба любителей бега Родины. Да, мы просим немножко освежить нам в студии атмосферу. Нет, я имею в виду кондиционер, да. Да, да, продолжайте, простите, Пироли. Ну, вот, то есть мы открыты к этому сотрудничеству, и очень надеемся тоже на то, что и наша организация, наша комиссия по работе с молодежью будет активно реализовывать существующий и утвержденный нами план. А план, вот вы как раз, наверное, держите в себе в руках, довольно-таки немаленький. Взаимодействие с органами власти, молодежными объединениями, коллективами, студентами, чаще всего по вопросам патриотического воспитания. Проведение конференций круглых столов, создание лекторской группы, несущей историческую память, идею, опыт комсомола и так далее. Творческие встречи. Мы ведь даже хотим, в общем-то, при контакте с союзом наших журналистов организовать соответствующий конкурс, посвященный исторической тематике, комсомольской тематике, ну, естественно, приуроченный, опять же, к столетию комсомолу. Мы хотим и надеемся, что нам хватит сил, средств, ну, и где-то, может быть, даже и моего участия, имеющего опыт какой-то, пусть не очень большой, но все-таки в кинодокументалистике. Тем более, я хорошо помню, и у меня есть этот фильм о комсомоле, который мы здесь снимали где-то 9 лет тому назад. О ветеранах комсомола, да? О ветеранах комсомола, совершенно верно. У нас остается полтора минуты, Владимир Георгиевич. А как вся эта история с комсомолом вписывается в современность? Вот это вас не обвиняет, что это все взгляд в прошлое, что вы опять нам рассказываете про то, что было, сейчас все-то совершенно другое. Ну, вы знаете, первое, мы не должны быть иванами, не помняющими родства, так скажем, да? Я вот, когда я в прошлом году проводил кинолектории в клубе ветеранов на Ленина, по военно-патриотической тематике, мне было порядка 17 занятий, были разновозностные школьники, студенты и так далее. Никто не вздрагивал о той истории, которую я рассказывал. Все слушали с огромным вниманием. Не капсомольскую историю рассказывал. Но историю, связанную, прежде всего, с Великой Отечественной войной, историю связанную уже с подвигами, скажем, капитана Федеральной службы безопасности, погибшего в Чечне. И к чему я их тоже призывал, говорю, Иваны, не помню еще, родства. Вот скажите, вы знаете героев, своих героев, семьи, участников войны? Немного рук поднимается. Немного людей, которые копаются в историях и составляют родословную, и держат на очень важном месте, пусть там, естественно, и соответствующие иконы стоят, но портрет этого уважаемого святого для семьи человека. Потому что пройдет еще несколько лет, и мы будем помнить о героях этой войны, и именно в семье, так же, как мы помним сегодня о героях Первой мировой войны. Вот что опасно. И в этом направлении мы тоже будем работать. Спасибо. Спасибо, Владимир Семенов, председатель региональной общественной организации ветерана Комсомола Кировской области, был у нас в гостях. Дневной разворот завершен. Владимир Сметанин. И Светлана Заненко. Прощаемся с вами. До завтра, кстати. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...